Вот и закончился чемпионат, проводимый порталом ОСРВ по Формуле 1 2004 года в игре Ассета Корса. И что же, пришло, так сказать, делать мнение о этом чемпионате, потому что чемпионат получился неоднозначным и достаточно, с одной стороны, интересным, с другой стороны, странным. Что же, с вами Вархаммер, присаживайтесь поудобнее и начинаем. И начнем, давайте, с того, что из себя вообще, в принципе, представляет чемпионат. Чемпионат после Эта Корса на болиде в Формуле 1 2004 года от Феррари. Рассказки у нас можно было выбирать и других команд, но болид был у всех одинаковый. Шесть этапов предполагалось, также предполагалось еще сделать дополнительные этапы, если вдруг чемпионат наберет популярность у народа и народ будет ездить. Но об этом мы поговорим чуть позже. И, собственно, переходим к регламенту. Гонки у нас проходили по воскресеньям раз в две недели. И в течение этих двух недель можно было заходить спокойно на сервер, тренироваться на этой трассе, смотреть, кто сколько едет, именно лучшее время. И понимать, насколько быстро ты едешь и где можно, в принципе, улучшить. Что, кстати, очень полезная была штука, потому что иногда я мог улучшить время, посмотрев просто на диаграмму, где кто тормотит и набирает скорость, соответственно. И в воскресенье проводился сам этап. Проводился он сначала, была квалификация 10-минутная, на которую надо было успеть поставить лучшее время. И потом проводились две гонки. Вот начнем с этих двух гонок. Каждая гонка по 40 минут. Соответственно, где-то по 27-28 кругов, в зависимости от трассы, по большей части. И меня данный вариант много напрягал тем, что из-за этого на первых двух этапах, двух, замечу, у нас был включен двойной износ. Чтобы симулировать а-ля полная дистанция. Но при этом топливо, да, мы потребляли как обычно. И, конечно, моментами это работало. То, что, да, резины стараются в два раза быстрее. Но в этом был и минус. То, что 27 кругов в том же Сильверстоуне, ты не можешь пойти на другую какую-нибудь стратегию, а-ля два пидстопа и ездить все время на медиуме. У тебя была все лишь одна стратегия, это ездить на харде. Просто потому, что ты теряешь кучу времени, делая еще один пидстоп. А кругов у тебя всего лишь 27, и, соответственно, нет такой вариации. Если бы была полная примерно гонка, то была бы вариация по пидстопам и, соответственно, по стратегиям. А так, стратегия на все гонки, это был один пидстоп. Никогда ты не сделаешь больше. Если только не накосятишь, не повредишь болид и так далее. Вот. И да, правило было на два этапа. Почему так было? Потому что было еще главное правило. Мы не могли использовать тракшн-контроль на болиде 2004 года. Да, данная функция есть на болиде. И я был, на самом деле, счастлив, когда увидел это правило, то, что не будет тракшна. Потому что это показывает умение контролировать педаль газа на разгоне при уже убитой резине в особенности. И с этим связана также история о том, то, что народ на первых двух этапах просто, ну, высказывал свое мнение, то, что, ай, сложно контролировать, болид иногда на выходе, его сносят просто так иногда. И дайте, пожалуйста, возможность хотя бы использовать там самый такой мягкий вариант тракшна. Ну, окей, самое главное, что администрация под это правило не прогнулась. Но прогнулась она под правило двойного износа. Из-за того, что, опять же, трудно контролировать, кому-то там болит. И кто-то хочет получить удовольствие просто катаясь по трассе. Ну, окей, понятие получать удовольствие для каждого свое. Мне, наоборот, в кайф, когда есть какая-то трудность, и с ней нужно уметь справляться. Для кого-то это просто нажимать педаль газа. И все. Педаль газа, тормоз повернуть. Все. Это, ну, я ничего не говорю. Так что тут уж кто как хочет, так и дрочит, так скажем. И давайте уже вернемся к самим этапам. Первый этап был в северсовании. Было, наверное, самое максимальное количество человек. В принципе, этап прошел более-менее, для меня отлично. Есть на канале видео обзоры этого этапа. Можете посмотреть. В принципе, мне все понравилось. На портале СРВ я уже гонял в 2016 году, но на чемпионате ВЭК 2018, соответственно. Тогда я ездил очень-очень плохо. Поэтому мне интересно было, насколько сильно я улучшил свои умения вождения за эти два года. Ну и плюс Формула-1. В принципе, последние два года я в основном в Формуле и ездил. Следующий этап у нас был Канада, Монреаль. И тут это просто самый отвратный мой этап, который только можно было придумать. Видео по этому этапу нету. Потому что есть просто сообщение в группе ВКонтакте. Точнее, пост. Мое мнение об этом этапе. Но, скажу честно, я там сам косячил. Поэтому сам был виноват в этом. Просто даже не доехал до финиша. Дважды просто вышел уже во второй гонке из лобби. Потому что понимал то, что все. Там Алис Капут был. И вот наступает Бельгия. Это третий этап. Где у нас вышло постановление о том, что Теперь снят двойной износ резины. Но, но, нужно сделать обязательный пидстоп. И тут я, конечно, такой подумал. Ну, да, я понимаю то, что это правило, чтобы специально загнать человека, чтобы он сделал пидстоп. Но если так подумать, стратегия езды от начала и до конца в такой гонке, она все равно проигрышная. Потому что во времени ты будешь проигрывать много. Если трасса особенно длинная, по типу как раз спа. Потому что у тебя в начале гонки заполненный бак. Соответственно, ты за счет бака просто будешь откатываться там достаточно далеко от людей, которые едут на полупустом баке и на медиуме. Ты бы ехал все время на харде. Ну, окей. Правила я понимали, для чего было сделано. И что же, уже в Бельгии было видно то, что поредели ряды наши. Потому что в Канаде еще было там в первой гонке 18 человек. Во второй уже что-то там 15. В Бельгии уже было 12. Ну, окей, это еще нормальное количество гонщиков. Плюс в основном присутствовали те гонщики, которые очень быстро едут. И с которыми можно побороться было за позиции. Как раз таки в Бельгии, ну, тоже мне более-менее все понравилось. Видео есть на канале об этом этапе. И, в принципе, все прошло для меня лучше. Потому что был осадочек в виде Канады. И надо было как-то исправляться. Четвертый этап. Это был у нас этап в Бразилии. Честно, на нем я не ездил. Из-за того, что работал в этот момент. И проехать не мог. Но, как я посмотрел по сайту, где у нас показываются лучшие времена. Ехало, наверное, в гонке человек 8-9. Может быть, 10. Но тут точно не смогу сказать, к сожалению. И пятый этап. Это у нас этап Германия. Нюрбургинг GP. К этому этапу я так не особо сильно готовился. Но, в принципе, ехал очень быстро. По быстрому времени на сервере у меня было самое быстрое. В квалификации, в гонке, в тренировке даже. С чем это связано? С тем, что просто народу просто не было. От слова совсем. Единственный человек, который ехал в таком же темпе, как я. То есть, ну, мы были вдвоем, кто выехал, там, примерно, минуты 29. Да, 29. Все остальные ехали, ну, от нас где-то, ну, полсекунды, шесть десятых медленнее. Соответственно, да, борьба у нас была бы за первое место, если бы, опять же, не мои веселые косяки. Вот. Первый косяк был в первой гонке на питстопе. Я превысил скорость, потому что спасибо разработчикам ассетокорса, которые не размечали питлейн. То есть, именно линию, где начинается лимит. То есть, ее вообще нету, то есть, ты едешь, просто едешь, и в один момент у тебя просто будет еще замедляться. У нас есть правило на то, что если ты превышаешь скорость, и при том, у нас даже завышение было в 20 километров после первого, вроде бы, этапа. То есть, можно было на 100 километрах выезжать. Но все равно нету линии, ты не понимаешь, где питстоп. Заранее это надо было, конечно, проверить, но я дебил, что с меня взять. Соответственно, въезжаю, получаю штраф и откатываюсь. Почему, кстати, я сейчас рассказываю про этап в Германии, видео по нему нету. Соответственно, из-за этого я очень далеко откатываюсь, потому что мне надо было еще раз проехать по питлейну из-за штрафа. Но я пытался догнать тогда лидера, но не получилось. Во второй гонке... А, да, я же забыл самое главное сказать. Забыл. То, сколько нас было уже. А было у нас 6 человек. Офигенно. Пятый этап, 6 человек. Ах, да, я еще забыл одну малюсенькую деталь сказать вам. То, что после четвертого этапа Формулы 1 на портале был вывешен анонс еще одного чемпионата. Честно, когда я его случайно увидел в Дискорде, когда мы общались с Дэном, я офигел. Вот честно, зачем окончательно убивать свой чемпионат? Потому что люди начинают уже готовиться к новому чемпионату, забивая на Формулу 1. Потому что, ну, как бы тут все уже ясно и смысл тренироваться. Но самое главное, что этот новый чемпионат отменяется в день гонки. Это просто нонсенс. Мало того, что вы анонсируете его во время проведения другого чемпионата, так вы его еще отменяете в день гонки. Соответственно, может быть из-за этого там пару человек как раз еще пришло, но они не успели никак потренироваться. Потому что в новом чемпионате подразумевались 3 гонки по 20 минут на 3 разных машинах. В ассайдокорске импетизиона. И это просто охрененно. Два чемпионата одновременно и один даже не успел начаться. По итогу вернемся к рампри Германии уже ко второй гонке. Так что, да, я еще забыл сказать, что у нас реверсивная решетка должна быть все время во второй гонке. ТОП-6. Но тут у нас произошел казус. Эта решетка была, но человек передо мной на второй позиции не стартовал. Из-за этого у нас произошел рестарт. Не из-за того, что я в него убрался. Я от него даже отрулил без проблем. Я начал бороться уже в первом повороте там с людьми. Но просто вот человек не успел прийти. Рестарт. Реверсивная решетка убирается. Так как я пошел на второй позиции в первой гонке, я стартую со второй позиции. Пытаюсь навязать на первом кругу сразу же борьбу за первую позицию. Не получается. Начинаю проследовать лидера. Понимаю то, что в плюс-минус мы едем одинаково. Но я могу на одну-две десятки все равно быстрее ехать в гонке. И что же у нас происходит? Я плохо выхожу в начале третьего сектора на обратную, так сказать, прямую с изгибом перед шиканой. И меня человек из-за этого начинает обгонять. Ну, все окей. Он меня обгоняет. Но перед шиканой он решает сместиться на траекторию. Мало того, что перед шиканой, так на точке торможения. Из-за этого я улетаю в него. Он улетает через шикану. И благо он остается на своем месте. Я решаю, что поступлю честно. Я, ну, как бы окей, я его догнал. Остановился, подождал, пока он вернется на трассу. И только потом начал ехать. При этом пропустив два болида вперед. Ну, для меня это не сильно большая проблема. Хоть какой-то экшен для меня. Для гонки, в принципе. Прохожу одного, второго. Не успел пройти, потому что ему дали тут же дисквалификацию за фальстарт. И, соответственно, я уже выхожу на третье место. Этого пилота, которого я догнал. Точнее, в который я въехал. Я начинаю потихоньку догонять. Догнал по итогу. Покое-то время ехал за ним. Ждал его ошибки. Потому что, ну, на Нижбуркниге не особо легко обгонять. Трасса немного узкая, но места есть для обгона. Он сделал ошибку. Я его обогнал. И через пару трех кругов он просто выходит. Самое интересное, то есть у нас получается то, что один получил дисквалификацию. Один ливнул. Еще один тоже ливнул. И нас состоит с тригонщика. Я из-за всех сил, конечно, пытаюсь загадать лидера. Но делаю ошибку на последних кругах. Меня немного сносит и все. За лидерство я уже не боролся. Ну, окей, два вторых места. Конечно, обидно было, потому что можно было и первые, но... Ладно, хрен с ним. Впереди нас ждет еще последний этап. Это Грам-при Япония. Ну, как ждал. После этапа я не увидел анонса нового этапа даже в течение недели. То есть через неделю после Германии я пишу админу и спрашиваю, а будет ли этот Грам-при? На что он отвечает? Да, будет. Тема через несколько часов появляется. Ну, а теперь старт этого Грам-при был перенесен на неделю. То есть не на последнее воскресенье июня, а на первое июля. Ну, точнее, на пятый июля. Ну, окей, думаю я. Будем ждать. Самое главное то, что сервер, на котором можно было тренироваться и ставить время, был отключен в течение двух недель. Нет, в принципе, барабана, но люди все-таки спрашивали, а что с сервером? По итогу админ сказал то, что, ну, и включит его в день гонки. Угу. Ну, ладно. Без проблем. День гонки. Пятое июля. В течение дня сервер как не был недоступен, так и недоступен. Девятнадцатого ноль. Время, в котором обычно стартуется Грам-при. Сервера нет. Все. Как бы на этом Япония, так сказать, окончена. И почему я так говорю про Японию? Почему она, ну, по идее, должна была быть последним этапом? Потому что у нас все-таки шел личный зачет у пилотов. И прикол в том, что пилот, который выиграл в Германии, а именно Владимир Шуригин, он шел на втором месте. Причем администрация этой даже не удосужилась добавить очки пилоту, которые хотя бы дошли до финиша на Грам-при Германии. Но если прибавить те две победы, а именно 50 очков, то есть 25 очков за каждую гонку, то есть да, у нас половинчатые гонки, но очки мы получаем как за полные, он бы мог побороться с лидером личного зачета за, так сказать, титул виртуальный. И все, что ему нужно было, это набрать две победы сделать в Японии, и чтобы лидер чемпионата не набрал больше двух очков. И это могло бы произойти, потому что, скорее всего, лидер чемпионата бы не зашел на Грам-при Японию, а в Японии, скорее всего, гонялся бы я и Владимир Шуригин, потому что никто больше желания особо не изъявлял. Нет, может быть, втроем, ладно, втроем. Но получилось так, как получилось, администрация просто забила болт окончательно. Ну, в моем понимании. Понимание, как была реальность у человека, который администрирует проект, я не знаю. И что можно сказать? Чемпионат получился крайне непонятным, потому что регламент в первых гонках менялся, и народ также начинал уходить. Ну, тут я тоже не понимаю, честно, людей, которые приходят в чемпионат. Окей, вы приходите на чемпионат, гонятся. Окей, если вы видите то, что, ну, по времени лидером вы проигрываете, там, ну, секунды две-три, ну, так попытайтесь найти, где вы их проигрываете, и пытаться, соответственно, импровить свой скилл, там, может, сетап за импровить как-то, и, соответственно, подниматься там по времени, и, соответственно, вступать в борьбу за высокие позиции. Просто я понимаю, почему люди уходили, потому что они не видели возможности, как даже бороться, банально, там, за хорошие позиции. Хотя, на самом-то деле, бороться можно было всегда, потому что в гонке происходил, особенно в Канаде, проходил полный ад. Вот. Ну, как-то так. Чемпионат прошел, и прошел он, к сожалению, достаточно печально. На этом все, ребят. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорых встреч, а пока-пока, и удачи вам. Ну, это все, что нужно было сделать. Ну, не долбай, ебли я, ебли я. Поздравляю с себя. Только что тут вы финишили на втором месте.